Розмарин, выращивание в квартире, уход. Для придания аромата различным блюдам приготовления чая продуктов в магазине покупают приправу розмарин. В составе листьев находятся эфирные масла, множество полезных веществ. Приобретя в цветочном магазине розмариновый куст, можно в течение длительного времени использовать веточки в кулинарии, косметологии, народной медицине. Ниже представлена информация о выращивании розмарина дома в горшке. Как выглядит розмарин? В природе кусты розмарина розмаринус достигает высоты 1,5 метра. Они состоят из ветвей с игольчатыми похожими на елочные листьями. Весной на растении образуются мелкие бутоны. Их окрас в зависимости от сорта варьируется от белого до фиолетового цвета. Относится культура к семейству ясноткового. Розмарин легко может расти в горшке. В комнатных условиях выращивают розмарин обыкновенный, лекарственный. Расположенный в помещении он вырастает не выше 50-90 сантиметров. Его ветки с листьями используют в качестве приправы. Они придают блюдам аромат хвой, лимонок, эмфоры. К сведению, название розмарин переводится как «морская свежесть». Распространенные сорта в домашних условиях можно вырастить следующие сорта «нежность». Куст розмарина наращивает пышную крону. Узкие листья достигают 3-4 сантиметра. Цветки мелкие и голубые. Ричард. Высота растения 60-70 сантиметров. Цветки голубовато-фиолетовые, листья темно-зеленые. Обладает пряным ароматом и ярко выраженным вкусом. Росинка. Высота куста 0,4 метра. Листья кожистые. Они достигают 1,5-3 сантиметра. Ветки обладают сильным сладковато-пряным ароматом. Вишняковский семка. Куст высокорослый. В катке может достичь 1 метр. Истончает сосновый аромат. Имеет горьковатый острый вкус. Ампельный. Декоративный куст со свисающими побегами. Его можно выращивать в адвесном кашпо. Обратите внимание, все сорта розмарина обладают лечебными свойствами. Настой из листьев применяют при простудных заболеваниях. В качестве мочегонного средства при болезнях почек для заживления ран. Нежность. Один из популярных сортов розмарина. Розмарин посадка и уход в домашних условиях. Культуре нужно предоставить обстановку, схожую с той, которой она привыкла, находясь в природных условиях. И тогда посадка и уход за розмарином в домашних условиях не составят для цветовода большого труда. Температура растения теплолюбива, поэтому летом горшки с розмарином можно выставлять на свежий воздух. Там их содержат при температуре 24-26 градусов. На зиму кусты заносят ворохладное помещение. Оптимальная температура в этот период 10-15 градусов. Содержание зимой ворохладе способствует цветению. Весной к теплу приучают постепенно. Важно! Культура плохо реагирует на сквозняки. Проветривая квартиру, цветок нужно убирать с окна. Освещение горшок с розмарином содержит на южном окне. Светолюбивое растение потеряет декоративность и полезные качества при недостатке света. При интенсивном освещении кусты должны находиться не менее 6-7 часов. В сутки. Зимой растения досвечивают лампами искусственного света. Полив летом розмарин в горшке поливают часто и обильно. Воду используют мягкую отстоянную. Застой влаги в горшке недопустим, поэтому через 10-15 минут. После полива лишнюю жидкость из поддона выливают. Растения легче перенесут кратковременное пересушивание, чем переувлажнение. Поскольку зимой кусты содержат ворохладных условиях, увлажнение грунта значительно сокращает. Поливают розмарин после того, как просохнет верхний пласт субстрата. Опрыскивание летом в сильную жару кусты будут благодарны за опрыскивание и кроны водой из пульверизатора. Если этого не делать, сухой воздух спровоцирует увядание листьев. Периодически розмарин нужно опрыскивать водой из пульверизатора. Влажность для повышения влажности в помещении рядом с кустами ставят. Емкость, наполненную водой. Также горшок с розмарином можно помещать в аддон, наполненный увлажненными мелкими камнями. Грунт-субстрат для растения подбирают рыхлый, легко пропускающий воду и воздух. Можно взять землю из сада и добавить в нее следующие компоненты – листовой дерновый, перегной торф, песок, кусочки древесного угля. Обратите внимание, чтобы растения потом не поразились болезнями и вредителями, грунт в течение часа прокаливают в духовом шкафу. Подкормки с весны до поздней осени кустики подкармливают. Используют комплексные минеральные удобрения для декоративных растений. Питательную смесь вносят один раз в две недели. В состав для подкормки должны входить азот, фосфор, калий и другие микро- и макроэлементы. Важно! Вносить удобрения можно только во влажную почву, в ративном случае корневая система может подвергнуться ожогам. Особенности ухода зимой в зимний период кустам предоставляют период покоя. Горшки с растениями заносят в рохладное помещение, сокращают полив. Если такового нет, горшки с цветами можно придвинуть как можно ближе к окну. Подкормку и пересадку зимой не производят. Когда и как цветет, бутоны образуются в самом начале весны. Раскрываются они в апреле или мае. Цветочки двугубые мелкие и в зависимости от сорта окрашены в белый, голубой, сиреневый цвет. Они собраны в колоссовидные соцветия. После цветения образуются семена, которые можно высадить в грунт, чтобы размножить культуру. Цветение розмарина обрезка. Чтобы розмарин не тянулся вверх, а наращивал вышную крону, производят обрезку. Используют для этого острый продезинфицированный нож. Ветви срезают на треть от длины. Если сорт низкорослый, то верхушку можно слегка прищипнуть. Процедура способствует тому, что просыпаются боковые почки, из которых быстро нарастают новые побеги. Срезанные ветви используют для размножения или сушат. Если выбран второй вариант, их промывают под проточной водой и дают обсохнуть. Затем раскладывают на противне, предварительно накрыв его пергаментом. Ставят в духовку, сушат при небольшой температуре, периодически переворачивая ветви. Хранят в лот на закрытой таре. Обратите внимание, обрезку производят до или после цветения розмарина. Для сушки выбирают только молодые побеги. Для приправы срезают только молодые побеги, как размножается. Разведение культуры возможно семенами и черенками. Но у цветоводов популярностью пользуется второй метод. Первый способ обычно используют селекционеры. Вырастить розмарин можно как дома, так и в саду. Семенами сначала семенной материал проращивают. Для этого его помещают в марлю, увлажняя каждый день. Примерно через 3-4 суток семена прорастут, после чего их нужно посадить следующим образом. В ящик с низкими бортами насыпают рыхлую землю. Высаживают семена, присыпают грунтом. Опрыскивают водой из пульверизатора. Накрывают пленкой, в которой обязательно должны быть проделаны отверстия для вентиляции. Контейнер переносят в теплое помещение. Когда семена проклюнутся, ящик располагают на подоконнике. Укрытие снимают. Подросшие растения пересаживают в отдельные горшки. За молодыми кустами нужно ухаживать так же, как и за взрослыми. Размноженные семенами розмарин, черенками размножения данным способом производят следующим образом. Срезают верхушечные черенки. Снизу на треть зачищают их от листьев. Помещают в стакан с водой на 2-3 недели. После укоренения высаживают в маленькие горшки, заполненные рыхлым субстратом. Утрамбовывают грунт, поливают. Обратите внимание, самое благоприятное время для размножения черенками – весна. Укоренение черенков пересадка. Сразу после покупки розмарин помещают на 2 недели в отдельное помещение, где нет других цветов. Это необходимо сделать по той причине, что на кустах могут находиться вредоносные насекомые, споры, болезни. Если таковые есть, то в течение указанного периода они себя обязательно проявят. Пораженный куст сначала нужно подлечить, затем пересадить в другой горшок и только после этого можно выставить рядом с другими растениями. Контейнер подбирают чуть больше того, в котором изначально выращивался розмарин. Пересаживают молодое растение один раз в год, взрослые – один раз в три года. На дно горшечка выкладывают дренаж из керамзит или мелких камней. Пересадку производят методом перевалки, не разбивая ком земли и возможные проблемы в выращивании. Уход за розмарином в домашних условиях несложен. Но из-за ошибок цветовода кусты могут потерять декоративность, листья желтей увядают, затем опадают. Это обычно происходит при чрезмерном поливе, либо наоборот при недостатке влаги. К сведению, если горшок с цветком располагается в темном месте, побеги становятся тонкие и длинные. На ослабленных кустах могут появиться следующие болезни и вредители – мучнистая роса. При этом заболевания кусты как бы припорашиваются белой мукой. Чтобы растение вылечить, его сначала промывают простой водой, затем окунают в раствор фунгицида. Использовать ветвь для приготовления блюд можно только спустя месяц – щитовка. Этого вредителя можно обнаружить по коричневым точкам на листьях. Щитовка высасывает из них сок, после чего листовые пластины теряют тургор, увядают. От вредителя можно избавиться протиранием листьев мыльным раствором паутинный клещ. Понять, что на розмарин напало это насекомое можно по тонкой, опутывающей паутине. Заводится при слишком сухом воздухе в помещении. Паутинного клеща можно смыть под напором воды. Важно! Принять химические препараты нужно только в крайнем случае. Срезать побеги и употреблять их в качестве приправы можно только через месяц после обработки. Мучнистая роса на листьях розмарина – приметы и суеверия. Розмарина приписывают многие магические свойства. С ним связывают различные приметы и обычаи. Например, молодожены сажали в саду кусты потому, как он развивался, судили о благополучии семьи. Из веток плевели венки, которые затем развешивали у изголовья кровати. Считалось, что сильный аромат изгоняет ночные кошмары. Для улучшения памяти рекомендуется носить с собой холщовые мешочки с засушенными ветками розмарина. Этим также можно отогнать от себя злые силы. Подвешенные в доме мешочки с листьями защищают от воров. Помимо этого, ароматные ветви культуры широко используют в народной медицине и кулинарии. Если понравился розмарин, выращивание в квартире на подоконнике возможно так же, как и в саду. Нужно выбрать подходящий сорт, расположить растение в необходимых для него условиях, правильно следовать агротехнике. И тогда можно будет использовать веточки для приготовления различных блюд в косметологии и лечении различных недугов.